...спокойством, как за чужую собаку, которая может укусить. Зазвонили к молитве. Милиус добил остатки своего пива. Сейчас ты подвергнешься нападкам. Не могу предсказать, в какой форме это будет происходить, но они постараются выставить тебя молодым, неопытным, упрямым и незаслуживающим доверия человеком. Сохраняй спокойствие, осмотрительность и благоразумие. А нам предоставь защищать тебя. Филипп почувствовал тревогу. Теперь ему предстояло научиться мыслить по-новому, взвешивать каждый свой шаг, постоянно думая о том, как он будет истолкован другими. Обычно в его голосе зазвучала нотка протеста. Меня заботит только то, как Бог оценивает мои поступки. «Знаю, знаю», — нетерпеливо сказал Милиус, «но не грех помочь и людям увидеть твои действия в правильном свете». Филипп нахмурил брови. Переспорить Милиуса было невозможно. Они покинули кухню, именовав трапезну часовни. Филипп ужасно волновался. «Нападки? Что это значит, нападки? Если кто-то пытался его оболгать, он приходил в ярость. Может быть, на этот раз стоит подавить свои чувства ради того, чтобы сохранить спокойствие и солидность? Но в таком случае не поверят ли братья все это лжи? Он решил быть самим собой, ну, разве что чуть-чуть более рассудительным и возвышенным. Часон не представлял собой небольшую круглую постройку, примыкавшую к восточному входу в собор, обстановку которой составляли концентрическими кругами скамьи. Огня в помещении не было, и после кухни там казалось холодно. Свет проникал через высокие оконцы, расположенные выше уровня глаз, так что монахам оставалось только смотреть друг на друга. Именно этим Филипп и занялся. Собрался почти весь монастырь. Братья в возрасте от 17 до 70, высокие, низкие, темноволосые и блондины, все в грубых домотканных шерстяных одеждах и кожаных сандалиях. Вот стоит смотритель дома для приезжих. Надул красный нос, свидетельствует о его пороке, которую мог бы быть простительным, если бы он хоть когда-нибудь принимал гостей. А вот постельничий, заставлявший монахов менять одежды и бриться на Рождество и Троицу, мытье же рекомендовалось, но было необязательно. Прислонившись к дальней стене, стоит старейший брат, худой, задумчивый, невозмутимый старик, с посеребренными сединой волосами, который говорил редко, но всегда по делу, и который, не будь он таким застенчивым, вполне мог бы стать приором. И брат Симон, с бегающими глазками и беспокойными руками, человек так часто каившийся в своих непристойных поступках, что, как шепнул Биллиус Филиппу, казалось, ему доставляет удовольствие не столько грех, сколько само покаяние. Уильям Боби на этот раз серьезен. Брат Поль еле передвигает ноги. Белопрессий Кардерт выглядит спокойно. Здесь же и Джон Малыш, щедушный человечек, хранитель монастырской казны, и надзиратель Пьер, что вчера отказал Филиппу в обеде. Оглядевшись вокруг, Филипп заметил, что все они смотрели. И смущенный, он опустил глаза. Вошедшие Венигиус и лидничий Энглю сели подлить Джона и Пьера. Было ясно, что они не собираются скрывать своих намерений. Служба началась чтением жития Симеона Пустынника, ибо в тот день отмечался праздник этого святого. Большую часть жизни и сей отшельник провел на вершине столпа. И если можно было не сомневаться относительно его способности к самоотречению, то, что касается истинной ценности его подвига, на этот счет у Филиппа было сложное чувство. День стекали, чтобы посмотреть на него, но действительно ли они приходили, дабы возвыситься духовно, или лишь ради того, чтобы погладить на чудака? После молитвы было чтение главы из книги святого Бенедикта. Читать должен был Ренигиус, и когда он, держа перед собой книгу, встал, Филипп впервые взглянул на его глаза из соперника. Живая, энергичная манера держаться и говорить придавала облику Ренигиуса Уверенный и знающий вид, что не вполне соответствовало истинному положению вещей. При более внимательном рассматривании можно что-то скрывалось за фасадом. Его выпученные голубые глазки беспокойно бегали, его безвольный рот дрожал, а его руки то и дело нервно сцеплялись, даже если внешне он оставался спокойным. Вся его власть зиждилась на высокомерии нетерпимости и грубости по отношению к подчиненному. Филипп пытался понять, почему Ренигиус решил читать главу сам. Через минуту ему стало ясно. «Первая ступень покорности — это безоговорочное послушание», произнес помощник Приора. Он выбрал для чтения главу посвященную послушанию, дабы напомнить всем о своем превосходстве и их подчиненности. Это была тактика устрашения. Ренигиус хитрил. Слуги Божии живут не по своей воле и не идут на поводу своих желаний и удовольствий, но следуя повелениям других и, пребывая в монастырях, покорно исполняют приказы своего аббата. И надо отбросить сомнения, ибо, сказал наш Господь, я пришел, чтобы исполнить не свою волю, но волю того, кто послал меня. Как и ожидалось, Ренигиус гнул свою жизнь. На этой ситуации он является представителем законной власти. Затем была апоминальная молитва, и, конечно, сегодня все монахи молились за спасение души усовшего феора Джеймса. В конце службы обсуждались монастырские заботы. Ренигиус начал следующими словами. Вчера во время торжественной мессы был нарушен порядок. Филипп почувствовал нечто вроде облегчения. Теперь он знал, откуда ждать нападения. Он не был уверен, что его действия были верными, но он знал, почему так поступил и был готов защищать. Сам я продолжал Ренигиус. Не присутствовал, ибо меня удержали неотложные дела в доме приора. Но резничий поведал мне о случившемся. Его перебил белопрысый кастер. Не стоит упрекать себя за это, брат Ренигиус, сказал он успокаивающим голосом. Нам известно, что обычно монастырские дела не должны ставиться выше торжественной литургии, но мы понимаем, смерть нашего возлюбленного приора заставила тебя заняться множеством вопросов, которые не входят в твои обязанности. Я уверен, все согласятся, что раскаиваться тут не в чем. Так, сподумал Филипп, разумеется, Ренигиус и не собирался каяться. Однако Кадберг дал всем понять, что тот действительно совершил проступок. Теперь, если Филипп и будет обвинен, этим они смогут лишь поставить его на одну доску с Ренигиусом. Кроме того, Кадберг еще намекал и на то, что Ренигиусу слишком трудно справляться с обязанностями приора. Всего несколькими добрыми с виду словами Кадберг полностью подорвал авторитет Ренигиуса. Помощник приора был в бешенстве. Филипп затрепетал в предчувствии своих. Рисничий Эндрю метнул на Кадберда неодобрительный взгляд. Уверен, никто из нас не стал бы упрекать нашего глубоко уважаемого помощника приора, с Газелон, проступок, о котором идет речь, совершил брат Филипп. О, я буду использовать для того, чтобы Ренигиусу Ренигиусу А, я буду использовать для того, чтобы Ренигиусу прибывший к нам из обители святого Иоанна, что в лесу. В то время, как я был в службу, Филипп набросился на молодого Уильяма Боми, оттащил его в южный предел и там начал ему выговаривать. Лицо Ренигиуса выражало сожаление и согласие. Все мы должны признать, что Филиппу следовало бы подождать окончания службы. На других монахов понять, каково их отношение к этим словам, было невозможно. Они следили за происходящим с видом зрителей на поединке, в котором не было ни правых, ни виноватых. Их интересовало только, кто победит. Филипп хотел было возродить. Если бы я стал дожидаться, это безобразие продолжалось бы до конца службы. Но вспомнил совет Миллиуса и промолчал, а вместо него заговорил сам Миллиус. Я тоже пропустил торжественную мессу, что, к сожалению, случается часто, ибо ее служат прямо перед обедом. Брат Эндрю, не... Царь, что происходило на хорах перед тем, как брат Филипп так поступил? Все ли было чинно и пристойно? Молодежь устроила какую-то восьню, угрюмо ответил Литничий. Я собирался поговорить с ними об этом позже. Понятно, что ты и смутно помнишь подробности. Твои мысли были заняты службой, снисходительно произнес Миллиус. К счастью, у нас есть надзиратель, чья прямая обязанность следить за порядком. Скажи нам, брат Пьер, что ты заметил? Вид у надзирателя был враждебный, то же, что и Литничий. Казал Миллиус, мне кажется, нам придется спросить самого брата Филиппа. Филипп был восхищен умом Миллиуса. Ему удалось заставить Литничего и надзирателя сознаться, что они не видели, чем занимались во время места молодые монахи. Но хотя Филипп и отдавал должное тонкому ходу Миллиуса, самому ему прийти во участие в облике. Выбор приора это не состязание умов, а исполнение воли Божьей. Он колебался, Миллиус посмотрел на него взором, говорящим, ну уже твой шанс. Но в характере Филиппа, которая с особой силой проявлялась именно тогда, когда кто-нибудь пытался поставить его в сомнительное с точки зрения настилисти положение. Взглянув, Миллиусу в глаза он произнес, все было так, как описали братья. Лицо Миллиуса рассунулось. Не веря своим ушам он уставился на Филиппа и открыл рот, но явно не знал, что сказать. Филипп сожалел, что так подвел его. Объясню с ним после, решил он, когда успокоится. Ремидиус уже было собрался с новой силой обрушить свое обвинение, но тут раздался чей-то голос. Я кается. Все обернулись к говорившему. Это был Уильям Бори. Настоящий виновник, который поднялся и, сгорая от стыда, заговорил тихим и чистым голосом. Я бросал наставника комочками грязи и смеялся. Брат Филипп пристыдил меня. Я молю Бога о прощении, а братьев прошу наказать меня. Он резко сел. Прежде чем Ремидиус успел среагировать, раздался голос другого юноши. Я хочу покаяться, я делал то же самое. Прошу наказать меня. Эта вспышка признания вины оказалась заразительной. Тут же покаялся третий монах, затем четвертый. И правда открылась помимо боли Филиппа, и он не мог не чувствовать удовлетворения. Он увидел, что Мириус изо всех сил пытается скрыть победную улыбку. Без сомнения, под самым носом у визничего и надзирателя произошел маленький бунт. Крайне раздосадованный Ремидиус восстановил наказать виновных неделей полного молчания. Это значило, что им запрещалось говорить, и никто не имел права к ним обращаться. На самом деле, такое наказание было более суровым, чем могло показаться. Филипп испытал тем молодым даже один день безмолвия было трудно перенести, а целую неделю просто невыносимо. Но таким образом Ремидиус дал выход своей извости. Раз уж они сознались, их надо было наказать, хотя этим он признавал, что Филипп все-таки был прав. Все его планы провалились, и Филипп праздновал победу, но выражение Ремидиуса еще не было полным. Есть еще один неприятный случай, который мы должны обсудить, снова заговорил Карберт. Он произошел сразу после Дар... Филипп пытался сообразить, к чему это уклонен. Брат Эндрю обвинил брата Филиппа в недостойном поведении. Верно подумал Филипп, все это знают. Теперь продолжал Карберт ясно, что для подобных обвинений есть специальное место и время, как было заведено еще нашими предками. Утро вечера мудренее, обиды надо разбирать на следующее утро в атмосфере спокойствия и сдержанности, когда община своим коллективным разумом может решить проблему. Но, к сожалению, Эндрю пренебрег тем правилам и устроил сцену в храме, встревожил братьев своими невоздержанными речами. Оставить без внимания такое поведение значит поступить несправедливо по отношению к наказанным молодым братьям. Блестяще придумано пронеслось в голове Филиппа. Теперь вопрос относительно того, прав или виноват Филипп, больше никогда не будет обсуждаться. Любая попытка поднять его немедленно обернулась бы осуждением самих обвинителей. Случилось так, как и должно было случиться, ибо жалобы были простым лицемерием. И вот теперь Катберт и Милиус дискредитировали Ремидиуса и двух его главных союзников Эндрю и Пьер. Обычно красная физиономия Эндрю сделалась пультурной от бешенства, а Ремидиус казался почти испуганным. Филипп был доволен, они заслужили это. Но его беспокоило, что их унижение могло зайти слишком далеко. Не подавая молодым братьям обсуждать, какое наказание должны принести старшие, сказал он. Пусть помощник Приора сам разберется с этим. Взглянув вокруг, он увидел, что монахи одобряют его великодушие и понял, что невольно заработал еще одну мальчику. Сказал и сделает мальчику. мальчику.